Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 135-я серия программы «Задето за живое», в которой я рассказываю о своей реакции на разного рода события, тренды или явления, так или иначе задевающие лично меня за живое. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Рождество на носу, да. Эй, у тебя на носу Рождество, вытри скорей. Нет, конечно, не в этом смысле. А в том смысле, что действительно, вот сейчас четверг, завтра уже 24-е, сегодня 23-е декабря. А завтра мы будем поститься до первой звезды, и будет святая месса на вечере Рождества. Будем радоваться на мессе и после мессы, пойдем все вместе сядем за рождественский стол. И это прекрасная, прекрасная традиция и прекрасный повод, потому что Господь явился в мир. Мы знаем, что жизнь – борьба, и останавливаться нельзя. Я об этом рассказывал в своей последней проповеди, но меня просто задело за живое вот эта история традиционного рождественского козла Юлибука в Швеции, в Финляндии Йолупуки это называется. Ну, в общем, на центральной площади шведского города Евли устанавливали козла впервые в 1966 году. И козел был 13 метров в высоту, он из соломы, весил около трех тонн, и кто-то поджег его в новогоднюю ночь, ну, а дальше уже между собой стали соревноваться вандализм и шведское упрямство. Много раз, много лет подряд козла ставили и его сжигали. Его сжигали просто огнем, коктейлем Молотова, фейерверками, в него стреляли подожженными стрелами, его сбивали грузовиком, пытались сбросить в реку. Власти всячески пытаются его защитить каждый год. Вокруг него возводят заборы вышиной 2 метра, охраняют солдаты и полицейские. Козла обливали водой, чтобы он затвердел, покрылся ледяной коркой и не сгорел. Ставили веб-камеры, но это не помогало. Камеры Дидос оттачили, значит, выводили из строя. А козла снова сжигали. Один раз его даже сожгли переодетые Санта-Клаусами люди. Санта-Клаусы. Сожгли Евльского козла. В 2001 году за поджог даже арестовали американцы, который в суде сказал такой. Я вообще думал, что это ваша шведская такая традиция, сжигать козла. Я вот пришел и сжег. И в последние 5 лет козлу удалось пережить Рождество. И недавно, ну, то есть в этом году он похвастался. У него есть, кстати, свой твиттер. Ну, типа, козел похвастался, что вот 5 лет уже меня не сжигают. И в этом году его снова сожгли. В общем, и там теперь запись в твиттере. Нет, сгорать в пламени. Ужасное ощущение. Но я вернусь. Знаете, история борьбы Евльского козла против поджога очень сильно меня мотивирует. Каждый год что-то не получается. Какая-то беда. Какая-то новая напасть. Ужасное ощущение. Но я вернусь. И вот Рождество, оно меня всегда подбадривает. Потому что Господь пришел. И вот 4 воскресенье Адвента. У нас был там антифон. Крапите небеса свыше. И облака да проливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение. Божий покров. Бог спускается на землю, чтобы всем нашим бедам положить конец. Он уничтожит грех. Как причину всех наших бед. Он взойдет на крест. Воскреснет из мертвых. И все это началось в Рождество. И я поэтому от всей души вас поздравляю. Ну и конечно я еще записал официальное рождественское послание. Посмотрите его тоже на моем ютуб канале. Ну наверное завтра я его выложу. Вот уже в пятницу. Так что с Рождеством вас дорогие. На днях папе римскому Франциску исполнилось 85 лет. Это почтенный возраст. И при всех недостатках и либеральных взглядах папы Франциска. У него есть одно очень важное и хорошее христианское качество. Он умеет прощать. Он умеет договариваться. И он стремится к единству тела Христова. Сейчас вот задумали синодальную реформу. Ну конечно злые языки говорят. Да это задумали для чего. Потому что раньше папа не давал прорваться всем либеральным тенденциям в церковь. А сейчас сторонники гей-лобби проголосуют при синодальном устройстве. Папа ничего не сможет уже сделать. Даже следующий. Даже если придет очень консервативный папа. Ну и все покатится в тар-тарары. Ну поживем увидим. Мрачные прогнозы конечно давать можно. Но в общем-то не может не радовать нас вот такое вот движение навстречу восточному православию. И действительно какое-то ослабление папской власти. Бог может это использовать во благо. А может попустить людям использовать это во вред. Так или иначе остается у нас повеление Христа. Святой да освящается еще. Мы будем освящаться еще. А что нам до других людей. Что нам видеть сучок в глазе брата своего. Мы молимся о папе. И вот хочется пожелать ему здоровья. Долголетия. И конечно мы искренне его поздравили. Официально. Его святейшество. Святейшему Франциску Папе Римскому. Ваше святейшество от имени всех клириков и мирян Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. Сердечно поздравляем вас со знаменательной личной датой 85-летием. Ваше многолетнее служение воистину стало исполнением Господнего повеления. Переданного нам через святого апостола Петра. Пастырей ваших умоляю. Я сопастырей. Свидетель страданий Христовых. И соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Ваше архипастырское служение стало для всех христиан подлинным примером стремления к единству некогда расколотой Церкви Христовой. В этот радостный для вас день позвольте присоединиться к вашим молитвам о единстве Церкви, тела Христова. Мы от всего сердца благодарны вам, ваше святейство, за то, что ваши труды и молитвы содействуют тому, что однажды, это наши общие мечты, христиане всех консервативных апостольских церквей вновь смогут причащаться из одной евхаристической чаши. Молитвами причистой Девой Марии и архистратига Михаила досохранит вас всемилостивый Господь в крепком здравии на многое лето и дарует мир и свою щедрую помощь на пути спасения и вашего первосвятительского служения. Прошу принять, святейший отец, уверение в истинном почтении и любви о Господе, ин номины домини ностриезу Кристи, патриарх Всемирного Совета Национальных Католических Церквей Леонардо, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей, архиепископ, митрополит Павел. Ну, кстати, очень интересно, что нет электронной почты в Ватикане. Даже у Курии вообще просто совсем нет электронной почты. Ну ничего, существует курьерская почта, распечатали, подписали, поставили печати и отправили курьерской почтой в Ватикан. Надеюсь, дойдет. С днем рождения, ваше святейшество, папа. Наконец-то на прошлой неделе мы закончили перевод довольно объемного документа решений нашего Второго Архиерейского Собора Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. Отличный получился документ, в котором мы довольно четкую проводим границу между протестантизмом и апостольскими церквами. И, к сожалению, все эксперименты признаны неудачными экспериментами по сближению с протестантизмом. Ну, по крайней мере, вот этот эксперимент не получился. Поэтому мы декларируем приверженность историческим церквам, строящим свою экклезиологию на принципах апостольского преемства и таинства священства, благодати священства. И, конечно же, вероучение неразделенной Церкви Христовой. В общем, как только мы этот документ опубликовали на нашем сайте oldcatholic.ru, его как-то сразу много людей прочитало. И несколько православных священников моих знакомых и даже один православный епископ сказали, что это абсолютно православное учение. И все в один голос спрашивают, почему мы до сих пор не присоединились к Русской Православной Церкви. Ответ на этот вопрос может дать только Русская Православная Церковь. Потому что с нашей стороны все шаги сделаны. У нас одностороннее евхаристическое общение, если можно так выразиться. Я разрешил всем нашим прихожанам и клирикам в случае отсутствия наших священников причащаться в православных и католических храмах. Получать там таинство исповеди, получать таинство даже бракосочетания. Если вот случится такое дело и такая необходимость возникнет, а рядом нашего священника не окажется. Поэтому, естественно, нельзя никого вводить в заблуждение. Нужно честно сказать, что ты старый католик из ВСНКЦ. Потом я постоянно пишу письма разным чиновникам из РПЦ о том, что хотелось бы встретиться и поговорить. Эти письма пока остаются без ответа. Ну, что делать? Что делать? Будем ждать, когда этот ответ воспоследует. А так, конечно, мы готовы к диалогу и к конвергенции, сближению, к восстановлению общения. И даже евхаристического общения, естественно, как предела наших мечтаний. В Шотландии, значит, такой принят местный закон, что полицейские, значит, если они задерживают насильника, а насильник говорит, знаете, я вот сейчас, конечно, изнасиловал эту женщину, вы меня поймали с поличным, но вообще-то я тоже женщина. Вот если насильник обозначил себя как женщину, тогда полиция вынуждена будет это записать в протокол и обращаться с ним, соответственно, как с женщиной. То есть, его обыскивать будет женщина, его посадят в камеру к женщинам. И понятно, что выгоды преступника здесь, что называется, очевидны. Если в суде его вину докажут, адвокат расскажет о том, какие были у него детские травмы, как вот он ощущал себя всю жизнь женщиной, а как его никто не принимал, и это толкнуло его на путь насилия. И вот он большой вот такой человек с очень большим и добрым сердцем, но не вынесло его душа, и вот он из-за этой травмы что-то в нем там сместилось. И он вот изнасиловал от большой любви, значит, всех женщин и от душевной боли. И его отправят даже на психологическую реабилитацию вместо тюрьмы. А если все-таки его даже решат посадить, то его вынуждены будут сажать в женскую тюрьму. Условия там мягче, и там, собственно, можно будет еще кого-то изнасиловать. Поскольку такие прецеденты уже были. То есть, сажали чувака, мужика, значит, в камеру к женщинам, и он сокамерниц своих тоже насиловал. При том, что он вот, да, я женщина, и так далее. Конечно, вот честь и хвала британской писательнице Джоан Роулинг, она осудила это решение шотландской полиции. В твиттере у себя она написала, ну, процитировав Оруэлла, значит, в 1984. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила. Человек с пенисом, который изнасиловал вас – это женщина. На нее тут же набросились хейтеры, то есть, Роулинг постоянно достается. Еще летом 2020 года она высмеяла некую там авторскую колонку. Там был заголовок типа «После COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг тогда сколько. Как же эти люди называются? А, кажется, было какое-то слово для таких людей. А, кажется, женщина, да? То есть, женщина так, по-моему, называется. Но ее, слушайте, захейтили вообще. И тут вот снова захейтили. Это какой-то, конечно, кошмар. Ну, то есть, это вот мир сходит с ума. При том, что, вот я подумал, что впервые наши российские реалии как-то вот нас действительно защищают от этого сумасшествия. Значит, представьте себе, ну, человек такой сидит и рассуждает. Я мужчина, там, допустим, мне 59 лет. До пенсии мне еще 5 лет, значит, работать. Но я же могу сказать, опа, а я теперь женщина и юридически могу сменить свой пол и выйти на пенсию в 60. А, что? Съели? Вот. Даже, может быть, не обязательно менять пол как бы хирургическим путем. Достаточно просто в паспорте его изменить. И тут ему, значит, приходит такой в паспортный стол, меняет пол себе, значит, идет в пенсионный фонд и говорит, вот я женщина, оформляйте мне пенсию из 60. А ему такие говорят, ну, слушайте, у вас обнулился стаж. Ну, какая пенсия? Вы что? У вас стажа нет. Вы как женщина не проработали ни одного дня. А как мужчина вы уже не существуете, поэтому никакой пенсии вам нет. Ну, увы, вот так вот будет у нас выглядеть. У нас все это бесполезно. Еще меня прям очень сильно повеселил вот этот ролик из ТикТока. Дяденька, а продайте мне пиво. Пацан, у тебя паспорт-то есть? Конечно, вот, держите. Восьмидесятый год. Все в порядке, держи пиво. Спасибо. Олег, ты что? Это же паспорт-холодильник. Ой, я в эти гендерные дела не лезу. В общем, у нас в России, слава богу, с этим пока все хорошо, но мир европейский, конечно, сходит с ума. Это просто не дай бог. Тут я, значит, это, что-то листаю ленту в Инстаграме, потом там в Фейсбуке. И вдруг такой кипиш поднимается. В Веленскую сажают. Анну Веленскую сажают. Девочка, ей 23 года, по-моему. Она композитор, она читает лекции про музыку. Я вот уже много раз ее рекламировал. И дочери моей нравится. А оказывается, она у себя в сторис, в Инсте написала. Значит, привет. На меня написали заявление в полицию, что я пропагандирую ЛГБТ, Моргенштерна и ТикТок. Это не шутка. И, значит, это. И все такие, аларм, аларм. Значит, Веленскую сажают. Я такой, да, в смысле? Но я понимаю, донос это всегда неприятно. Это, конечно, меня тоже встревожило тут же. На меня доносы писали уже трижды. По слухам, кстати, готовится четвертый сейчас донос. Но, значит, по двум доносам. Два доноса были моему начальству. И было разбирательство нашего архиерейского синода. Оба раза я был полностью оправдан. Потому что у доносчиков нет ничего, кроме слухов и вот таких вот алармистских заявлений. А у меня документы, выдержки, все, официальные публикации. Все, что касается всех обвинений. И один донос был, кстати, в прокуратуру. Прокуратура спустила в МВД. И меня в МВД там вызывали для дачи показаний. Для разъяснений по этому вопросу. Я пришел, дал разъяснение. И все нормально. Записали. Посмеялись над доносчиками. Потому что у доносчиков у них же какие-то нулевая юридическая грамотность. И они там... А еще тут иногда уж даже с участковым мы тут разговариваем. Потому что на нас там написали однажды донос, что мы здесь в подвале хомяков ловим. Разводим хомяков. Приносим их в жертву. Отрубаем им головы. Это правда тоже не шутка. То есть, приходила тоже проверка. Вынуждены были написать. Хомяков не обнаружено. Значит, вот жертвоприношений тоже. Это, конечно, для осеннего обострения поздновато. Для весеннего рановато. Но так бывает. В общем, когда я прочитал про то, что написали донос на Веленскую. И вот прочитал панику в связи с этим. Я сразу так подумал, что надо отметить три момента здесь. Во-первых, читать надо глазами. А не другими местами. Никто ее не сажает. На нее написали заявление в полицию. То есть, на нее написали донос. Написали заяву. А это еще очень разные вещи. Потому что в полиции, в общем-то, в большинстве случаев сидят вполне здравомыслящие люди. И они над такими заявлениями посмеются. Если только там не окажется какой-нибудь не очень умный полицейский. Который подумает, а сейчас я заработаю себе какие-нибудь там преференции. Ну, и то обычно ему потом начальство скажет. Ты с ума, что ли, сошел вообще? Еще в своем уме. Как будто Ваня Веленская перешла дорогу со своими лекциями о теории музыки. Второе. Тот, кто написал этот донос, скорее всего, это человек не очень психически здоровый. Но в любом случае его поступок отвратительный, мерзкий. Писать доносы. В любом случае это гнусность и мерзость. Веленская, конечно, вообще далека от всей этой движухи. Она рассказывает про музыку. Приводит иногда смешные примеры и так далее. Вот третье, что не надо торопиться, ребята, с перепостами. Она уже написала, кстати, что у нее все хорошо. Что ее не сажает, конечно. Что это вообще? Здесь тут сразу начинает устраивать гулаг. Там и все такое. Ну, камон, ребята. Реальная жизнь, она не совсем такая, как в пабликах некоторых людей, именующих себя либералами. Реальная жизнь совсем другая. Хотя, конечно, от произвола никто не застрахован. Мы все знаем все эти вот видео про пытки. И, конечно, пытки недопустимые. И это даже вот не обсуждается. То есть, ну, пока вот мне какие-то прям откровенные злодеи не попадались. Вот мой опыт, вот мне 47 лет. За 47 лет я сталкивался с людьми в погонах. Ну, довольно-таки нередко. Мне ни одного не попалось. Ни подлеца, ни дурака. Вот, ну, хотите верьте, хотите нет. Мне попадались исключительно вежливые и здравомыслящие люди, с которыми нам всегда там удавалось как-то взаимодействовать. Которые выслушивали объяснения и так далее. Даже когда я там служил в палаточной миссии. Даже когда в городе Казани мы ставили храм-палатку и пришел местный, значит, там еще тогда милиция была, еще не полиция. Местный, значит, милиционер сказал, что на вас тут нажаловались. Ребята, ну, вы вообще, как вам, кто вам вообще разрешил в Казани христианскую храм-палатку ставить? Вы хоть крест там снимите, вас сожгут просто ночью, значит, это. Ну, мы крест, кстати, сняли сверху, а внутри все оставили, все кресты. Ну, мы очень хорошо с ним поговорили, хотя он не был к нам сильно расположен. Он говорил, ну, мне просто головная боль не нужна. Вас сожгут, вы заяву напишите. Зачем это? Так, мы говорим, да мы не пишем заяву. Нас уже в Жигулевске однажды сожгли. Ну, там, успели потушить, мы и то заяву не стали писать. Ну, что, ребятам проблемы. Вы найдете, что ли, этих поджигателей? Зачем вам проблемы, нам тоже. Ну, ничего страшного. Ну, слушайте, вот у меня, как всегда, получалось договариваться. Всегда, ну, как-то вот мы разговаривали нормально. Ну, не знаю. Поэтому я вот никогда не тороплюсь с подобных рода перепостами. Потому что, ну, есть о чем говорить. Тогда давайте будем говорить. Не о чем говорить. Ну, не о чем говорить. Да, в Москве прошли сильные морозы. Вот, и даже опускалось до минус 25 в некоторых местах. А температура, конечно, да, так бодрит. Хотя, я вспоминаю свое детство в городе Тольятти. Минус 20 считалось нормальной температурой. То есть, еще можно гулять. Ниже минус 20 уже гулять не очень комфортно. Уже лучше все-таки там в гости сходить к другу. Там, значит, поиграть во что-нибудь. А так, то, конечно, на улицу. На улицу до минус 20. При минус 30 уже в школу не пускали. Это был праздник. Минус 30 в школу не пошел. И тогда уже точно надо на улицу идти. В хоккей хоть поиграть. Хоть полчасика, хоть часик. Пока родители на работе. Потому что, конечно, если родители дома тебя загонят домой. Ну, я в минус 30. Мы играли. Ничего. Ну, то есть, как-то я по детству помню, что не так уж это страшно. А вот подишь ты пожил в Москве. И что-то прям привык к мягким зимам. И да, минус 20. Это прям уже ой-ой-ой, как холодно. Я, значит, до каршеринга еле-еле добежал. Там негнущимися ручонками. Снег там счистил. Значит, это... Сел в машину. Завел ее там. Это пока нагреется. Что-то да. Это прям холодрыга-холодрыга. Из-за мороза над Москвой. Ой, вот вчера даже встала солнечная голова. Как такой блик большой. Как такой кружок. Такая вот световая радуга. И прошедшая ночь была самой холодной за 54 года в Москве. Но ничего, слава богу, все выжили. Ждем весны. Кстати, поэтому я и называю модуль, на который мы сейчас делаем набор весенним. Несмотря на морозы, пожалуйста, приходите учиться. По понедельникам у нас будут читаться лекции по богословию и апологетике. По вторникам по каноническому праву. По четвергам и сагогика. Обзор Библии. Каждую книгу Библии будем рассматривать. О чем она? Как там вообще? Что? Какие секреты? Лайфхаки? И по воскресеньям углубленный курс. У нас будет богословие Семи Вселенских Соборов. Вот с января по май. Вот этот модуль библейско-богословских вебинаров. Пожалуйста, все записывайтесь. То-то будет весело. То-то хорошо. Ну, а я это все, что хотел вам сказать на сегодня. Я не знаю, как насчет следующего четверга. Это будет 30 декабря. Может быть, я и запишу еще один. Выпуск уже последний в этом году. А если не смогу, не успею, не запишу. Тогда на всякий случай счастливого вам не только Рождества, но и Нового года. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok